Общероссийская общественная организация «Во славу Отечества» выступила с инициативой провести серию благотворительных матчей по футболу в поддержку российской сборной и для того, чтобы популяризировать спорт и развивать футбол среди детей и молодежи. Сегодня мы слышим очень много критики в адрес наших футболистов, наших тренеров, наших игроков, ну в общем всего нашего футбола и я считаю и все ребята, организаторы, участники считают, что все-таки есть еще то, что можно возродить, поддержать и задача самая главная во славу российского футбола, ну естественно во славу Отечества. Это не просто футбол, мы просто верим в нашу российскую сборную, хотим доказать, что даже девочки, которые в принципе никогда в жизни не играли, сумели, научились, а парни тем более справятся со сложившейся задачей, выполняют план и победят на чемпионате мира в 2018 году. В этот день на поле вышли не только мужчины, но и женщины. Кстати, к ним было приковано все внимание – красивый футбол. От прекрасной половины человечества зрелище захватывающее. Тем более, что в турнире участвуют любители, среди них немало моделей, актрис и творческих людей. У каждой своя история любви к российскому футболу. Я занимаюсь уже седьмой год. Почему я выбрала футбол? Ну, наверное, потому что мне самой как-то понравилось в подростковом возрасте и так пошло-поехало. Вот до сих пор играю. И, наверное, это то место, где мы все вместе собираемся, отдыхаем от работы, от суеты, от дел и получаем максимум удовольствия. Мы играем уже полтора года, у нас тренировки еженедельные. Нам очень нравится и просто командный дух, нас настолько сблизим. Мы все время проводим 24 на 7 в сообщениях, всегда вместе. Это наши самые близкие теперь друг к другу мы люди стали. Поэтому мы хотим сказать большое спасибо футболу, что он нас объединил. Участники турнира считают, что подобные встречи должны проходить регулярно. Матч такого уровня в нашем районе проходит впервые. Организаторы не случайно выбрали футбольное поле в горском поселении. Оно отвечает всем современным требованиям. Играть здесь одно удовольствие. Замечательное поле, замечательное покрытие. На самом деле у нас было несколько вариантов. Но вот это поле показалось нам достойным, чтобы провести наш турнир. Ну и естественно привлечь других, выходить на улицу, играть в футбол. Все команды показали хороший уровень подготовки. Именно поэтому реализовать голевые моменты было очень сложно. Большинство матчей закончились в ничью. Ну а после игры обязательный комплимент от организаторов цветы прекрасным футболисткам. Это такой проект для нас. Очень что-то новое в жизни, что-то необычное, но очень захватывающее. Мы прививаем молодежь, особенно девочек, играть именно и заниматься спортом и футболом. Такая некая пропаганда. Вся страна поддерживает нашу сборную по футболу и верит, что мы станем чемпионами. А для этого нужно строить спортивные поля, открывать бесплатные секции и растить будущих звезд отечественного футбола. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».